Пока экскаватор копает, рабочие чешут головы, не могут найти трубы. Их должны были выложить несколько лет назад. По коммуникациям должны были течь нечистоты. В итоге они полились по улицам. Часть труб пропала, а часть рабочие просто бросили в канавы и закопали. Пропажу обнаружили несколько дней назад. Рабочие проводили опрессовку системы. В какой-то момент все полилось наружу. Раскопали и увидели, что 70 метров труб и нет вовсе. Вот тебе надо кирпич положить, а его надо домой унести. Ну и вот это трубы не соединили и все. И пустили. За два года сгнить без остатка металл не мог, уверены местные. Его украли. А там, где трубы есть, они между собой не соединены. Рабочие об этой проблеме знали, но все равно решили повысить давление. Вот смотри, тут прорвется, там зато второй счет. Пустили, все равно говно тикет по-малыхски. Так, так. Правильно, правильно. Ну прорвало там на Волге. Так в Волгу бы и пошло все. И все. И все дела. Да такой бесстыцин. Институты позаканчивают. Только не знаю, какие. Под Черным морем гас провели. А здесь два километра. Трубу. Трубу по берегу пустить. ЖКП Киликан. Евгений. Два километра. И все. Виноватым мы будем предъявлять. Кому, пока не знаю. В администрации район разводят руками. Строили очистные сооружения 16 лет. За это время работы замораживали трижды. И каждый раз специалисты были новые. Теперь будут переделывать. Закупать трубы и доделывать участок. И выяснять, кто именно схалторил. То, что произошло, мы видим. Так не должно было произойти. Но в связи с тем, что вот... Ну, наверное, не в связи с тем. Это, конечно, неправильно вообще. Такая ситуация не должна быть. Что пропущена труба. Не должно быть такого. О том, что фекалии польются по улицам, он говорил еще несколько лет назад. Никто не слушал. Владимир Дерябин, бывший областной депутат Отвольска. Видел, как рабочие закапывают пустые траншеи. Говорить, труб там не хватает куда больше. Реальный масштаб проблемы скрывают. Боятся скандала. Никто там не воровал эти трубы. Там просто не было контроля никакого. Одни ушли, другие пришли. Чего они делают, никто им не давал вид никаких. Им сказали яму копать. А кто там работал, я подходил, спрашивал. Там вообще, можно сказать, частные лица, арендованные у них машины и арендованный у них экскаватор. Остальное, то есть набор людей под какую-то такую, извините, фирмошку. В настоящее время на данном участке ведутся работы по восстановлению труб. По поручению прокурора области Сергея Владимировича Филипенко надзорным ведомством организовано проведение проверки по факту законности расходования средств при строительстве канализационной сети в городе Вольске. Кроме того, органами полиции организована доследственная проверка. Восстановить аварийный участок коллекторы специалисты обещают к выходным. Деньги на работы нашли. Всего же очистные сооружения Вольска обошлись бюджету уже более чем в миллиард рублей. Роман Базан, Олег Бирюков, Саратов, 24. ЧП в Вольске сегодня стала главной темой дня. Депутат Госдумы Николай Панков обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку и выявить виновных. Тех, кто получил деньги, а работу не сделал. То, что труп в системе не хватает, признали и в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства области. Чиновники сегодня заявили, что новые металлоконструкции уже закупили, привезли на место аварии. До конца недели их должны соединить и запустить проблемный участок. Отчистные сооружения в Вольске должны заработать, как и планировалось до конца года. В этом году поставлена задача завершить строительство объекта, который строится 16 лет. Это система канализации в городе Вольске. Для этого выделены необходимые денежные средства. И строительная готовность данного объекта завершается. И в декабре все строительные работы будут завершены. Продолжение следует... Продолжение следует...